Из вереска напиток забыт давным-давно, А был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей Малютки медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам, Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, Лежал живой на мертвом и мертвый на живом. Лето в стране настало, вереск опять цветет, Но некому готовить вересковый мед. В своих могилках тесных, в горах родной земли, Малютки медовары приют себе нашли. Король по склону едет над морем на коне, А рядом реют чайки с дорогой наравне. Король глядит угрюма опять в краю моем, Цветет медвян и вереска меда мы не пьем. Но вот его вассалы приметили двоих, Последних медоваров, оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, щурясь на белый свет, Старый горбатый карлик и мальчик пятнадцати лет. К берегу моря крутому их привели на допрос, Но ни один из пленных слова не произнес. Сидел король шотландский, не шевелясь в седле, А маленькие люди стояли на земле. Гневно король промолвил, пытка обоих ждет, Если не скажете черти, как вы готовили мед. Сын и отец молчали, стоя у края скалы, Вереск звенел над ними, в море катились валы. И вдруг голосок раздался, слушай, шотландский король, Поговорить с тобою с глазу на глаз позволь. Старость боится смерти, жизнь я измены куплю, Выдам заветную тайну, карлик сказал королю. Голос его воробьины резко и четко звучал, Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем, Мне продавать свою совесть, совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут и бросят кучину в вод, А я научу шотландцев готовить старинный мед. Сильный шотландский воин мальчика крепко связал И бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. Волны над ним замкнулись, замер последний крик, И ехом ему ответил с обрыва отец старик. Правду сказал я шотландцы, от сына я ждал беды, Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды, А мне костер не страшен, пускай со мной умрет, Моя святая тайна, мой вересковый мед.